Дикая природа в городе Бресте. Такое название экологической тропы полностью отражает ее суть. Впервые попадая в Дендрарии, где и располагается новый маршрут, многим этот природный уголок кажется нереальным. И действительно сложно себе представить, но практически в центре большого города, в сердце так называемых каменных джунглей, мирно и даже вполне благополучно уживаются почти 700 видов травянистых и более 200 древесных растений, а также 60 видов пернатых. Порой захаживают и такие животные, как заяц, белка и даже лиса. Место само по себе сектора агробиологии, а раньше еще просто агробиостанция Брестского университета имени Александра Сергеевича Пушкина, оно всегда было привлекательным. Оно само по себе красивое. Еще более потрясает тот факт, или то, что люди, которые там работают, сделали на этом пятачке земли в городе. Это действительно очень красивое место, даже если смотреть на него на снимок со спутника. А если там находиться, то это просто впечатляет. Поэтому давно уже, более пяти лет, наверное, была задумка разработать там маршрут, который будет в равной степени и впечатляющим, и познавательным для экскурсантов. Экологическая тропа представляет собой маршрут из десяти стоянок, каждый из которых демонстрирует определенное природное сообщество, будь то сосновый лес или березовая роща, со всем характерным для него видовым составом представителей флоры, а порой и фауны. Для удобства посетителей на каждой из ключевых точек маршрута расположены стенды с краткой информацией о том или ином биоцинозе, а также с интересными познавательными фактами. Подобная экологическая тропа в городской черте – первая в Беларуси. Длительное время нам не хватало, скажем так, методического материала. То есть мы водили экскурсии, конечно, уже много лет, но не хватало сопровождения методического. И вот при помощи, с помощью, скажем так, наших друзей, это организация Ахова Птушек Батьковшины, при их финансовой поддержке, стало возможным создание уже методической части этой тропы. То есть мы установили 10 стендов, 10 стояночек на этой тропе, и была разработана такая интерактивная тетрадь для обучающихся, и благодаря чему они могут отвечать во время прохождения по тропе на различные вопросы. В настоящее время главные посетители нового эко-маршрута – студенты и школьники. Однако организаторы планируют расширить данный список. Они уверены, что среди горожан и гостей нашего города есть немало любителей живой природы. Тех, которые стремятся расширить свой кругозор и узнать больше полезной, а главное – интересной информации. Тем более, что этот способ пополнения знаний скучным точно не назовешь. Учебное пособие создала сама природа. Для города Бреста это очень важный аспект, поскольку данная тропа позволит познакомиться действительно с экологическим составляющим всего, скажем так, природного массива данного, и вообще просто с экологическими различными моментами просто жизнедеятельности любого человека. Поскольку здесь поставлены многие вопросы, и исторический план, и, собственно говоря, сама экология в современном этапе развития, то, я думаю, будет очень интересно нашим всем гостям увидеть и ознакомиться с данными, скажем, материалами, с данной работой. Подробную информацию о маршруте, времени его посещения и стоимости можно найти на сайте Брестского государственного университета имени Пушкина. Экскурсоводов, которые находились бы постоянно на экологической тропе, нет, а потому о своем желании посетить уголок дикой природы сотрудникам Центра экологии необходимо сообщать заранее. Инициаторы проекта уверены, что понимание того, как устроены природные сообщества, как они приспосабливаются и выживают в измененном человеком окружении, научить жителей города ценить то первозданное, что осталось рядом с нами, и бережнее относиться к природе.